Приветствую всех и начну я с вопроса. Как вы думаете, если вы можете сдвинуть предмет бесконтактно, сможете ли вы сдвинуть свою жизнь в лучшую сторону? Так вот у нас для вас прекрасные новости, поскольку в ближайшее время мы начинаем трехмесячный курс по телекинезу. Телекинез это бесконтактное движение предметов. Но это не просто движение самого по себе, это еще и прекрасный тренажер для того, чтобы развивать свои психические навыки, для того, чтобы влиять на свое психическое и физическое состояние, а также влиять и на свою жизнь. В подтверждение того, что мы действительно можем обучить людей телекинезу, в 2008 году был зарегистрирован рекорд в российской книге рекордов и достижений. Рекорд звучит так. Самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза. Рекорд зарегистрирован под авторством Владимира Викторовича Тонкого. Наш курс может быть полезен очень широкому кругу участников. Это могут быть и специалисты, например, психологи, управленцы, массажисты и так далее. Могут быть люди, которые только начинают заниматься биососерными практиками и хотят продвинуть себя в этом направлении. Могут быть и люди интересующиеся, которые просто видели в фильмах, читали в книгах, что есть телекинез. И вот увидели объявление, что оказывается этому можно просто научиться. Это не уникальный дар, это не уникальная способность, это естественные способности каждого человека без исключения. Для тех из вас, кто все еще раздумывает над тем, идти на курс или не идти, на кой ему нужен этот телекинез, что он с ним будет делать, я бы акцентировал ваше внимание еще раз на некоторых важных вещах. После завершения курса в вашем рюкзачке, в котором вы носите ваши навыки и умения, будет далеко не только возможность двигать предмет. Например, применяя навыки, с помощью которых вы двигаете предметы, вы вполне нормально можете повлиять на свой физический организм. Но ведь предмет, он тоже физический, и организм ваш тоже физический. И вы вполне способны регулировать процессы внутри. Если мы говорим о том, что наша психика – это материальный объект, если мы говорим, что все, что вокруг нас – это материя, значит, мы тоже можем влиять на окружающее нас пространство. На вашем месте я бы задал вопрос по-другому. А на что телекинез не влияет? Вот на что в вашей жизни не повлияют те навыки, которые вы развили с помощью телекинеза? Да на все влияет, на всю вашу жизнь. Именно поэтому мы условно так и назвали наш курс «Подвинь свою жизнь с помощью телекинеза». В свое время, когда я пришел в институт, нам рассказывали о тех людях, которые двигают предметы. Для меня это было чем-то невообразимым. Но настал 2008 год, и как раз-таки во время регистрации этого рекорда я был один из тех, кого научили телекинезу. Сказать, что я был поражен – это не сказать вообще ничего. Это был просто восторг. Вот с этого момента я понял, что мой организм и я сам устроены совсем по-другому. Я увидел подтверждение тому, что я ощущал, что вот эти практики, биосенсорные практики – это не просто ощущения и все, а они, оказывается, действительно работают и влияют на окружающее, на меня. И, конечно, это было поразительно. Оглядываясь назад, я могу сказать, что, наверное, вот это и было одним из тех таких камней в фундаменте, которые были заложены. Я понял, что мне это интересно, и я вижу подтверждение тому, что это работает. Поэтому приходите на курс, кому эта тема, естественно, интересна. И, возможно, и для вас телекинез станет вот чем-то, на основании чего вы начнете какое-то свое движение, какое-то свое развитие, измените свою жизнь к лучшему. Ну, а я с вами не прощаюсь. Еще увидимся, и до новых встреч.